Ситуация не рядовая, однако, говорят приставы, вполне жизненная. Истец намерен показать судье, как он считает важные документы. Получив отказ, мужчина бросается в атаку. Один пристав уводит нарушителя, другой – судью. Только скорее не под, а за руки, эвакуируют в безопасное место. Для детального разбора ситуацию могут повторить. Времени хватает. И хоть за 21 год нападения на судей не было, готовым нужно быть всегда. Это только одна из десяти точек на инструкторско-методическом занятии. К занятиям привлекаются руководители структурных подразделений, старшие судебные приставы. Здесь присутствуют все начальники структурных подразделений управления Федеральной службы судебных приставов по Рязанской области. Другая учебная точка – соблюдение пропускного режима. Здесь тоже есть свой злоумышленник, на котором основные моменты и отрабатывают. Если человек в федеральном розыске, если проносит через рамку металлодетектор оружие, весь порядок действий расскажут от и до. Нашей съемочной группе разрешили внести талику разнообразия. В этот раз участникам занятий судебных приставов разрешили стать и журналистом. Учебная точка номер один – пропускной режим в здание суда. Попробуем пройти через рамки металлодетектора вот с этим предметом. Пистолет, правда, мне выдали все же учебный. Мало ли что. Прячу во внутренний карман пиджака и пытаюсь проникнуть в здание суда. Куда именно я положил оружие, сотрудники не знают. Будут работать тщательно, но обещали аккуратно. На входе показываю документы. А на вопрос, есть ли запрещенные предметы, на главру. И пытаюсь пройти внутрь. Получилось не очень. Граждане, на вас сработала рамка, пожалуйста, выложите металлодетектор. Выкладываю телефон на стол и жду проверки металлодетектором. Он срабатывает даже на металлическую пряжку пальто. А на пистолет и подавно. Вот здесь выключил. Пистолет! Сработали и правда аккуратно. Но реальным злоумышленникам говорят, пощады не будет. Да и нет их. Вроде. Благодаря таким спецам за прошлый год выявлено больше трех с половиной тысяч попыток пронести запрещенку в здание суда. В 160 эпизодах это было огнестрельное оружие. Приставы сразу пояснили, что речь идет об оружии разрешенном, табельном. Но даже полицейским и сотрудникам ЧОП проходить внутрь нужно с пустой кобурой. Это тоже ежедневная практика. Осмотр зала перед заседанием. Если предмет находят, сразу же доклад. И в том случае, если он не взрывоопасный, поиск продолжают. И так наглядно на каждом учебном месте. Чтобы по окончанию слушатели, они же руководители, выстроили работу на своих местах правильно. А здесь, в районном суде, собрались сотрудники со всей Рязанской области. Валерий Седов, Дмитрий Ефимов. Телекомпания. Город.